Когда проходят дебаты, чувствуешь себя таким важным чиновником, как будто ты рассказываешь, в Госдуме сидишь. Нам понравилось, что придумана такая форма. Нам понравилось, как ребята участвовали. Нам самим очень хотелось поучаствовать в игре. Я как релятивист скажу, что на самом деле истинной позиции нет. Ребята показали себя достойно. Дебаты – это достаточно нужный проект, важный для молодежи. Мне игра очень понравилась. Было интересно слушать мнение своей команды и также мнение противоположной команды. Показать все знания, которые имею, и отстоять точку зрения. Поскольку это наш первый опыт, скажем так, мы не совсем знали, что это такое. Они очень большие молодцы, и они достойно представили наш лицей. Наша позиция как была верной, так и останется. Смотрите программу «Школьная среда» на телеканале «ЮТВ». Здравствуйте. Степик Степан, спикер гимназии номер 2. Прекрасный вечер, да? Я думаю, каждый из нас хоть раз в жизни задумался о том, что такое свобода. Для некоторых это вседозволенность, для некоторых средство манипуляции толпой, для некоторых шанс реализовать свои возможности. Но что же такое свобода на самом деле? Над этим вопросом билось и бьется множество различных философов, политологов, социологов. Некоторые из их мнений совпадают, некоторые расходятся, и дабы трезво оценивать возможность существования свободы, давайте рассмотрим, что такое свобода у нас с самых различных точек зрения. Философия и свобода – это возможность проявления субъектом своей воли на основе осознания законов развития природы и общества. В этике свобода – это ценность, которую человек стремится обладать, и которая является для него наивысшим благом. При этом свобода представляется условием его моральности и совершении им нравственных поступков и действий. В праве свобода – это закрепленная в каком-либо законодательном акте возможность определенного поведения человека. Так, например, в Декларации прав человека и гражданина 1789 года свободе дается такое определение. Свобода – это возможность делать все, что не вредит другому. Таким образом, свобода является возможностью реализации своих прав, если эти права не нарушают права другого гражданина. При этом права устанавливаются законом. Однако нередко люди говорят, что чувствуют себя свободными. Так что же такое чувство свободы? Чувство свободы – это эфемерное понятие, потому что люди в большинстве своем даже не замечают принуждения к совершению своих действий. Каждого из нас с утра принуждают к определенному маршруту стены квартиры. Каждого из нас заставляют принимать определенную манеру поведения, общественные стереотипы. Как можно заметить, чувство свободы обманчиво, так как всегда сопутствуется явным и неявным принуждением к совершению действия субъектом, а значит считать ощущение свободы объективным нельзя. В быту под словом «свобода» обычно имеется в виду отсутствие принуждения, гнета, давления на личность. Понятие свободы неразрывно связано с несвободой, поэтому всегда смысловые выражения уточняют свободу от чего-либо. Помимо свободы негативной, важным аспектом свободы считается свобода позитивная, свобода для чего-либо или свобода к чему-либо. Так расшифровывая все эти определения, можно заметить некоторую закономерность. Во всех этих определениях свобода чем-либо ограничена. В праве, государством, философии, законами развития природы и общества, в этике, нравственностью и моралью. В быту, опять же, этими же самыми нравственностью и моралью. Возникает другой вопрос, возможно ли существование абсолютной свободы. Абсолютная свобода – это отсутствие каких-либо ограничений и неограниченные возможности, что на деле невозможно. Поэтому абсолютной свободы не существует. После 2-го гимназии, гимназии на Европе, девочки, есть у вас какие-то вопросы в команде? Пожалуйста, давайте, вам дается на это 2 минуты. Я бы хотела уточнить, вы назвали очень много различных определений свободы. Какое же определение свободы будет использоваться вашей командой в течение этой игры? Свобода – это отсутствие принуждения, гнета, давления на личность. Так как в современном мире мы живем в обществе, то такое, по сути, невозможно. Понятно, девочки, еще есть вопросы? Как вы думаете, вы назвали во многих определениях ваших, то, что свобода, например, в бытовом определении ограничивается какими-то факторами. Всегда ли это происходит? Можно ли этого избежать? И как-то расширить рамки свободы? Расширить эти рамки возможно. Но абсолютной свободы человек никогда не получит. Потому что абсолютная свобода – это вседозволенность и неограниченные возможности, а человек ограничен. Абсолютной свободы, конечно, никогда не достичь. Но мы не можем не ограничиваться, допустим, законами природы. Почему ты не можешь не ограничиться законами природы? Тебя, например, не убьет цунами? Или ты сможешь построить бунгало на берегу скалистого берега? Подождите, вы утверждаете то, что абсолютной свободы не достичь? Абсолютной свободы не достичь. Да, я согласна с вами. Но какой степени свободы достичь вообще можно? Как свобода может расширяться? Достижение свободы – само по себе субъективное понятие. Так как человек живет в обществе, а вне общества он перестает быть человеком. Давайте мы этот вопрос отложим на потом, как бы. Потому что давайте предоставим теперь слово вам, девочки. Ваш первый спикер, пожалуйста. Ну что ж, добрый день. Я, получается, спикер 5-й гимназии. Меня зовут Лена. И хотелось бы сказать, что мы с вами в некоторых степенях, в некоторых ситуациях не согласны. Вы говорите о том, что, в принципе, абсолютной свободы не существует. Но существует ли свобода? Возможно, вы говорите о тех понятиях, когда, видимо, для вас абсолютная свобода – это абсолютное непринуждение человека к чему, либо отсутствие всяких ограничений и всего остального. Но да, действительно, такого понятия не существует. А нам существует понятие свобода. А именно просто изменение небольших ограничений, достижение больших комфортных условий. И такое понятие в обществе у человека действительно есть. И поэтому мы сейчас приведем к вам некоторые аргументы, чтобы оказать нашу позицию. А наша позиция заключается именно в том, что, в принципе, человек не может достичь некоторых... не может достичь абсолютной свободы, так как у него нужно определенное непределимое ограничение в виде законов природы, законов физики, биологических норм, которые действительно никогда не преодолеть. Поскольку, допустим, если даже человек захочет летать, у него не выждут крылья, и он не залетит. Однако, важно понимать и то, что, в принципе, некоторые нормы ограничения человек в силах менять и достигать большей степени комфорта, и тем самым достигая свободы. То есть для нас свобода является тем, что позволяет человеку расширять некоторые ограничения, преодолеть их, достигая большей степени комфорта, и тем самым достигая свободы. То есть самая свобода, о которой мы и говорим. И для того, чтобы показать нашу позицию, нужно ответить на два вопроса. Во-первых, какие ограничения лежат на человеке, и способен ли он их преодолевать. Наша команда выделила два вида ограничений, это социальные и генетические. Сейчас я рассмотрю генетические ограничения, а дальше социальные рассмотрят мои анфармазы. Насчет генетических ограничений. Как вы знаете, наследственность накладывает на нас определенные черты человека, которые, в принципе, мы можем преодолеть лишь в головы узких рангах или вовсе они могут быть непреодолимыми. Однако давайте рассмотрим такую статистику. Вы знаете, допустим, что примерно 5% населения людей в мире являются вершами, но в Китае и в Таиланде этот процент составляет 2,5% и на 0,7%. То есть получается, в принципе, в Китае и в Таиланде общество помогает людям договорить определенную наследственную ограниченность, ограниченность для того, чтобы достичь больше свободы. То есть, в принципе, если на нас нужно определенное ограничение в виде «я пишу только левый рукой», общество помогает превозмочь эту ограниченность и вязать правый рукой, то есть достигая больше свободы. То есть прийти можно сделать вывод, что у человека есть возможность превосходить определенные границы и становиться более свободным. То есть, свобода есть. Теперь давайте перейдем ко второму вопросу, на который должна ответить в принципе наша команда. Это насколько большой степенью свободы способен обладать человек. Для этого необходимо посчитать понятие «социализация». Вообще, вы все знаете, что на определенных этапах нашей жизни мы проходим определенные этапы социализации. В семье, в детском садике, в школе мы социализируемся. И общество вкладывает в нас определенную продацию ценностей, которая становится важна для нас и стремясь к которой, защищая которую, мы доказываем, что являемся людьми и доказываем, что в принципе свобода есть, и мы являемся свободными людьми. Давайте мы рассмотрим с вами такой случай, который произошел в 2012 году в Старополе, где директриса одной школы запретила девочкам-музульманкам носить их традиционную одежду – хиджабу. И девочки взмутились, так как директриса буквально создала определенную угрозу их религиозной норме, их религиозной ценности, которых им воспитывали с самого детства. Эта норма являлась очень важной для этих девочек. И они постали против этого нововведенного правила, они начали протестовать. И директриса, в принципе, не вела это новое правило, все осталось как прежде. Тем самым нужно доказать, что, в принципе, в обществе вводят определенные социальные ценности, нормы в человека, которые становятся очень важны для человека. И, в принципе, человек может свободно и активно защищать эти самые ценности, которые общество вкладывает в него. Тем самым, в принципе, можно сделать вывод, что человек является свободным, и свобода действительно существует. В принципе, это все, что я хотела сказать. Спасибо большое. Спасибо. Ребята, пожалуйста, ваши вопросы, если таковые имеются. Да, конечно. Добрый вечер, уважаемые судьи, ведущие команды 5-й гимназии. Меня зовут Алексей, я представленный теорет 2-й гимназии. Вы говорили про понятие свободы. А как вы его трактуете, вообще понятие этой свободы? Что это для вас? Для нас свобода, как я сказала ранее, это изменение определенных границ, определенных ограничений, достижение большего комфорта, что и есть свобода. То есть вы приравниваете комфорт к свободе? Мы приравниваем именно некое преодоление, некое изменение ограничений, достижение того, что это не свободный раз. То есть вы хотите сказать, что человек, исходя из одного круга ограничений, расширяя их, он переходит в более широкий круг ограничений, и это считается свободой? Ведь в любом случае у человека остается ограниченность, ограниченность действий и возможностей, и это не является как таковым состоянием свободы. Нет, вы неправильно поняли мои слова. Давайте я обогляду, покажу. Допустим, если у человека есть определенных ограничений, и, допустим, в некоторых, ну, в некоторых кругах, да, допустим, человек чувствует некую ограниченность, тогда он может эту ограниченность немножко отодвинуть, расширить свое пространство. Он достигает большего комфорта, ему теперь уютно в тех рамках, в которых он сидит, но он даже не думает об этих рамках, он чувствует себя свободным. Но находясь в этих рамках, он не чувствует себя свободным. Ведь чувство свободы – это эфемерное состояние, не поддающееся научному объяснению, потому что человек чувствует это только тогда, когда он избавляется от одних рамок, переходя в другие рамки. Вы пользуетесь своим понятием, но не рассматриваете мое понятие. Вы думаете о рамках нормы, о рамках ограничения, как действительно плохое веще, но в действительности человек не чувствует эти ограничения, у него эти ограничения призрачны, он это не чувствует, а потому чувствует себя свободным. Вы слишком не цепляетесь в своем ограничении. Потому что ограничения присутствуют в любом слой общества. Когда человек находится в обществе, он ограничен. Когда человек находится в государстве, он ограничен с правовой точки зрения, с моральной точки зрения. Ограничения бывают разные. Допустим, возможности. Возможные какие? Физические, интеллектуальные, материальные. Ограничения бывают в времени. Ограничения бывают в нужде. То есть при любом случае человек не является свободным. В любом случае его ограничивают рамки. Да, поскольку вопрос не звучит, ты уже дальше размышляешь, поэтому, да, давайте на этом сейчас пока закончим и передадим слово членам жюри. У них, я думаю, есть какие-то вопросы командные, может, они как-то просто хотят прокомментировать выступление. Опять же, больше, скорее всего, буду обращать внимание на технологическую составляющую, да, то есть где сильные плюсы, где сильные минусы. В этом отношении гимназия номер два, да, выступала у нас первый, да, я так понимаю, к сожалению, не успели записать имя первого спикера, но будем обращаться персонально, да. То есть в этом отношении достаточно емко и сжато разные концепции, это очень хорошо, да, и, соответственно, исходя из этих подходов разных, вы вырабатываете свой подход, отсутствие принуждения, гнета, давления на личность. Я правильно, да, процитировал. При этом ваша аргументация понятна, ну, хотелось просто уточнить. Считая, что абсолютной свободы нет, свободу, как само явление, вы отвергаете. То есть свободы нет, ни абсолютно, ни относительно. Это мой вопрос, не оппонентов. Уточняющий. Ваша команда так считает? То есть свободы нет? Свободы нет. Все. Это на критерий судейства никак не влияет. И, соответственно, исходя вот из этого вопроса второй команды, первый вопрос абсолютно точно, да, вот, правильный путь, когда вы пытаетесь нащупать все-таки что, да, ваша команда будет подразумевать за основу. Молодцы, в этом отношении это очень хорошее, соответственно, как и ответ, да, блестящий. И второй вопрос. Вот здесь мне показалось, что это попытка перетянуть одеяло соперников на свою сторону. Лукаво хорошо, но вы остались на своих позициях. Соответственно, по выступлению гимназии номер пять, вот здесь не совсем понятно, да, даже вот те наводящие вопросы, которые были. Примеры я могу посчитать их очень хорошими, да, примеры Китая и нашей России, но вот слова настораживают. В некоторых случаях мы с вами согласны, в каких-то отдельных моментах. То есть, либо вы недопонимаете позицию вашей команды, поэтому я задал этот уточняющий вопрос, да, в ваших словах иногда звучит, что в некоторых аспектах вы с ними согласны. В дебатах этого допускать нельзя. Мы считаем, что абсолютно свободы не существует. Но свобода как явление есть. Вот, 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 исходя вот из этих позиций, пожалуйста, испортите. Свободы нет, свобода есть. Все. Ребят, пятая гимназия, уточняющий вопрос. Если вы считаете, что свобода есть, допускаете ли вы, что человек может и не быть свободным? Если допускаете, вот просто коротко, без умных отходов, отсылок к иммунелу Канту, Фрэнсису Бекону и прочим, для вас, видимо, авторитетом, простыми словами, скажите, пожалуйста, в таком случае, чем свободный человек отличается от несвободного человека в вашем понимании? Степень комфорта. Еще раз. Степень комфорта. Да, действительно, есть некоторые несвободные люди, но с временем их положение и свобода может меняться. Они могут, с чем время достигать больше степенности. Правильно ли я понимаю, что вы говорите совершенно, вот, только о субъективной стороне? То есть, хочешь быть счастливым, будь им, да? Вот, я чувствую себя свободным, значит, свобода есть. Я чувствую себя ограниченным, значит, свободы нет. Правильно я понял? Именно об этом вы говорите? Если человек чувствует себя ограниченным, значит, он же предпринимает какие-то шаги к причине своего чувства свободы. Он пытается достичь какой-то цели, чтобы почувствовать себя больным, какой-то свободным. Он стремится к чему-либо. И достигает своей цели определенной, а он стремится свободным. Он хочет дополнить. Человек на протяжении своей жизни обретает какие-то ценности и обретает какие-то для себя устои, которые он хотел бы достигнуть в будущем. Если он стремится к какой-то вещи и достигает ее, мы видим свободу, как привлекает его деятельность, когда он достигает своих ценностей. Ему комфортно. То есть, правильно ли я понял, что вы имеете в виду, что если человек плывет по течению, он не свободен. Если у него есть цель, и он плывет туда, куда ему нужно, то он свободен и достигает каких-то нужных результатов или нет? Поэтому еще раз просьба. Нет, если это свобода, то понятие внутреннее еще может быть. Если человек плывет по течению, ему комфортно, его все устраивает, он защищает свои ценности, да, он свободен. Он может быть свободен, но это зависит все от понимания человека свободы. Друзья, всем добрый вечер. На самом деле у меня может быть такой нелепый вопрос, но я все-таки хочу, я только втягиваюсь, да, поэтому за все меня простите, да, сразу. Видите, несвободный человек, за все извиняюсь, за все каясь. Вот команде, которая считает, что свободных, ну, свобода как таковое явление отсутствует, вопрос все-таки считает, есть ли у вас пример конкретного, да, человека, который несвободный, да, вот вы считаете, и почему, и то же самое вам, да, если свободный человек есть, то назовите его, и почему вы так считаете? Прямо конкретное, там, я не знаю, имя, личность, себя можете в пример поставить. Я вот несвободен, вот позвонил человек, я пришлось приехать. Сразу чувствуешь себя, как ты не комфортно? Абсолютно. Религиозные каноны, религиозные нормы. Он чувствует то, что эти религиозные каноны являются для него тем, ну, чему он хочет следовать. И, следовательно, отсюда вывод, что человек является, видит свою свободу в свобедении этих канонов и этих правил, этих религиозных тагматов. И, таким образом, мы также можем видеть, что человек, который действительно верит во что-то, например, в какую-то определенную религию, которую действительно соблюдает, он является свободным в соблюдении каких-либо правил этой религиозных тагматов. Это, то есть, такое абстрактное, такое вот, не конкретное, да, может, та девочка, да, та девочка, хочу личность. Ну, для того, чтобы называть вам личность, мы должны знать его лично. А сейчас какой-то замечательный мужчина, который мы узнали лично, чтобы вы тоже его знали. А вы в свободности? Да, вот зачем далеко? У вас за столом 5 человек. Мы выбираем личность, каждый из нас, личное понятие свободы внутри человека, ведь мы выбираем его комфорт. То есть, мы должны учитывать... Окей. Вы можете назвать пример свободного человека? Я чувствую себя свободной, даже несмотря на то, что я завишу от родителей, но я могу двигаться к своим целям, я могу выбирать в своей жизни то, что мне больше нравится, и чувствую себя комфортно, я считаю себя свободным человеком. Я хотел привести в пример Марки Тэтчер по прозвищу «Злезная леди», потому что, несмотря на то, какой властью он обладал, каким положением в обществе, ей все равно пришлось делать выбор. Она выбирала либо семья, либо карьера, и поэтому ее прозвали именно этим прозвищем. Потому что она поставила себя в рамки, она уже стала несвободной, потому что, когда существуют рамки, рамки для человека, это уже является, конечно же, негативным проявлением свободы. А в чем Марки Тэтчер несвободна была, например? Несвободна выбрать семью, потому что семья все-таки является главной ценностью. Ну, хорошо, допустим, выбор уже состоялся. В чем она несвободна, будучи... Потому что человеку именно при таком положении приходится жить в системе. Она все-таки женщина, ей хочется как-то... Ей хотелось, может быть, одеваться по-другому, но ей постоянно трактовали, диктовали, как ей нужно было себя вести в обществе. Она была постоянно зависимой. Все, спасибо. На этом будем считать, так называемый, первый рот законченный. Пожалуйста, давайте приступим ко второму. Опять же, ребят, ваш спикер, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я представляю вторую гимназию. Живя в обществе, человек не может не считаться его нормами. Ведь оно создало механизм, способный подавлять любую, даже самую сильную личность. История не знает примеров того, как один человек смог починить себе все общество. Как говорится, чем сильнее наше желание контролировать мир, тем жестче мир контролирует нас. И действительно, пытаясь выйти за рамки дозволенного и нарушить законы, принятые обществом, человек сразу же попадает в капкан, называемый санкциями, который только сузит круг его свобод. Казалось бы, ну что стоит человеку, считающему себя свободным, переступить через закон? Но тогда ему как минимум придется скрываться от правосудия, что значительно ограничится свободой его предвижения, да и вообще действий. А в конечном итоге ему придется представить перед судом, который сберет для него меры пресечения. И все это не будет зависеть от воли самой личности, и он не вправе выбирать, быть ему наказанным или нет. Поэтому стоит задаться вопросом, когда же он был более свободным, когда жил по законам общества, или же когда он решил пренебречь ими. В то же время существуют и другие виды социального контроля, например, мораль. Как известно, мораль у каждого своя, но у всех она есть. Именно она в большинстве случаев определяет поведение личности. Сама же мораль не заложена в человеке от рождения, а формируется под воздействием общества. Таким образом, поведение и поступки человека изначально зависит именно от общества. Если же человек решил переступить через свои моральные принципы, значит, существует сила, способная на него воздействовать, контролировать. Таким образом, действиями человека управляют либо общество, либо иные внешние факторы, на которые он не способен повлиять. Исходя из всего этого, могу сделать вывод, что, живя в обществе, человек зависим от его законов и от механизмов его работы. Человек только вправе сделать выбор, находиться ему в обществе или нет. Но в таком случае он всего лишь поменяет одну зависимость на другую. Существуют и другие ограничителями, с которыми человек не может не считаться. Таково им и является время и возможности человека. Александр Македонский, например, хотел заевать весь мир. У него была огромная и могущественная армия. Звоеванные им земли простирались от Ионического моря до Гималаев. Квин Курцируф писал о нем. Он переравнивал себя к богам и требовал божественных почтей, верил оракулам, внушавшим ему этого, и распалялся несправедливым гневом на отказавшихся подчиниться и почитать его как бога. Но вскоре его армия была вымотана дальними походами, а самому Александру не суждено было жить долго. Он умер не дожив до 33 лет от лихорадки, так не воплотив всех своих замыслов. К сожалению или к счастью, люди еще не изобрели способы жить вечно. О всемогущем, как известно, может быть только бог. Человек же, даже самый могущественный, волевой и целеустремленный, находится в рамках социальных норм, в пределах своих возможностей и не может быть абсолютно свободным. Девочки, пожалуйста, ваши вопросы. Как государство ограничивает свободу? Останавливает рамки закона. Разве государство создает законы не для того, чтобы обеспечить комфорт и безопасность? Вы опять путаете понятия комфорта и свободы. Абсолютной свободы не может быть. Так существуют ограничители, права. Однако для чего все-таки собственное государство? Чтобы контролировать общество, чтобы оно не вышло в хаос. Вы говорите, что государство ограничивает законами человека, так? Да. То есть вы считаете, что законов не должно быть? Я такого не говорил. Вы совсем путаете понятия. Нет, ну смотрите. Они должны быть, чтобы в обществе не проселось хаос. Но в то же время они ограничивают свободу в какой-то мере. Чтобы свобода одного не перечила свободе другого. И по вашему закону не обеспечивает безопасность общества? А при чем тут безопасность? Мы говорим о свободе. Безопасность она обеспечивает. Но безопасность и защита. Человек чувствует себя свободным, когда он еще защищен, и чувствует себя в безопасности. Разве не так? Чего вы так взяли? Будете ли вы свободны, если любой человек может на вас напасть в любом минуте? Человек не может чувствовать себя свободным, если он находится в страхе. Это факт. Вы будете чувствовать свободы, абсолютной свободы. Мы говорим, что абсолютно свободы нет. Мы говорим о том, что свобода существует. А вы говорите о том, что государство не может человека защищать, и то, что общество без государства, живость бы лучше. То есть человек, когда он будет ограничен рамками ни закона, ни морали, то есть по вашему пониманию свободы, тогда он может разрешить себе даже убийство, и закон будет разрешать убийство. Но тогда люди остальные, и в том числе и он, они будут ограничены своим страхом, внутренним страхом, и позволять свою жизнь. Вопрос. Но подождите, ведь мы же не отзывались о законах негативно. Мы же не говорим, что это плохо. Ваш вопрос. Наш вопрос, допускаете ли вы, что человек может переступить закон, если другой человек нарушает его свободу? Еще раз. Человек может переступить закон, если другой человек нарушает его свободу. То есть если тебе, допустим... Я такого не говорил. Я говорил, что законы должны... Они спрашивают. Нет, не допускаю. Законы должны быть. Но если есть законы, которые ограничивают, значит свободы нету. А то, о чем вы хотите сказать, вы скажете как раз сейчас, когда будет выступать ваш спикер, а то так можно никогда не закончить и разговаривать очень долго.